Как отметил прибывший на место заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, соблюдение требований воспитательного процесса в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, наш дом всегда находится на контроле. Ранее подобных жалоб на воспитателей и руководство не поступало. В ситуации обещали разобраться. Сколько времени уйдет на проверку, будет зависеть от деятельности правоохранительных органов. Более глубоко проверим каждый факт, каждый изложенный факт. Правительство Севастополя, конечно же, не оставит без внимания ни одну информацию, которая представлена в средствах массовой информации, в анонимных записках и в официальных обращениях одного из сотрудников данного учреждения. Сперва жалобы на происходящее внутри Центра поступали анонимно, затем открыто от местного сторожа. Александр Кулагин заявил, что если по результатам проверки факты подтвердятся, то будут приняты соответствующие кадровые решения. В отношении, безусловно, директора, в первую очередь, потому что директор является организатором. Но для этого нужно получить результаты всех проверок. Те результаты, которые у меня есть, ну, директор попадает на небольшую дисциплинарную ответственность. Но это, скорее, не связано с теми фактами, которые возложены в обращении. В объективности проводимой проверки убеждена и депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова. При этом она отметила, Центр всегда находится под постоянным контролем. Само здание детского дома, ну, в общем-то, не очень приспособлено для того, чтобы здесь находились дети. И это подтверждают постоянные проверки МЧС и прокуратуры. К чему я это веду? Что здесь постоянно проходят проверки прокуратуры, МЧС, органов, связанных с обеспечением безопасности. То есть это учреждение, оно под микроскопом. Уполномоченному по правам ребенка в Севастополе Марине Песчанской удалось пообщаться с ребенком, который, судя по тексту сообщений, пострадал от действий воспитателя. Мальчик мне не подтвердил того, что его убили. Но здесь есть такое небольшое замечание. Мальчик, собственно, является учеником интерната номер 6. А это значит, что есть проблемы с психическим состоянием здоровья. Поэтому здесь вопрос объективной ситуации сложно установить. По словам детского омбудсмена, сам ребенок при общении был улыбчивым и о каких-то побоях не говорил. С другими детьми я, конечно, поговорила, не посвящая их, собственно, в ситуацию. Дети говорят, что им комфортно в детском доме, что насилия в отношении них нет. Марина Песчанская пообещала также ознакомиться с записями камеры видеонаблюдения. А заместитель губернатора Александр Кулагин сообщил, что по предварительным результатам проверки вскрылся другой настораживающий факт. По факту трудоустройства человека, от которого поступили крайние сообщения, потому что до этого было несколько сообщений, будет проведена проверка в том числе и связанная с законностью его трудоустройства. Поскольку человек поступил сюда по конкурсу, и, к сожалению, у человека есть, как медицинский термин в анамнезе, вопросы, связанные с привлечением к уголовной ответственности. Мы говорим не про охранника, а про человека, который написал последние заявления официально, которые поступили к нам и в прокуратуру. А где он работает тут? Безусловно, он работает, насколько мне известно, заместителем директора по безопасности.